МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Освобождение Крыма и Севастополя в 1944 году. Вернемся с вами на секунду назад по времени и посмотрим, что творилось в Крыму в 1941-1942 годах. После того, как немцы осенью 1941 года ворвались на полуострово, им потребовалось 250 дней, чтобы взять Севастополь. 250 дней и ночей героически оборонялись советские войска на небольшом плацдарме у Севастополя. И перемалывали силу немецких армий, которые в ином случае могли бы быть брошены под Ленинград либо под Сталинград. Мы сражались до последнего. И посмотрим, что случилось в 1944 году. После успешного наступления советских армий на юде Украины полуостров Крым был фактически отрезан от основного фронта германских армий, которые быстро отступали на запад. Они сдали Одессу, и силы Красной Армии вышли уже на реку Нестор. Крым оказался фактически запертым. Командующий 17-й немецкой армии, которая обороняла полуостров, просил Гитлера как можно скорее эвакуировать оттуда войска. Но Гитлер не соглашался. Он не внял и требования Антонесского, румынского диктатора, вывезти оттуда румынские войска. Гитлер считал, что раз мы пришли на эту землю, Крым должен быть отставлен за Германией. Здесь аэродромы, которые позволяют контролировать Черноморское побережье, здесь удобная площадка для нашего рывка на Балканы. И еще, наверное, Гитлер вспоминал о том Готенланде, той сказочной земле, которая должна была родиться уже после победы Германии на этой территории, как резорт, как место отдыха для германских арийцев. Он держаться хотел в Крыму до последнего. Дело в том, что тогда и не только наши, но и иностранные источники, корреспонденты отмечали, что фактически 17-я немецкая армия и румынские части находятся в мешке. Их дни сочтены, необходимо было эвакуировать, но Гитлер на это не пошел. Мы сходу не смогли прорваться к Крымскому полуострову, поэтому ставили готовить специальную операцию, которую получил название Крымской стратегической операции непосредственно на апрель 1944 года. У нас было сосредоточено две группировки. Первая – это группировка основная, 4-й Украинский фронт под командованием Толбухина должен был наступать от Перекопа и залива Сиваш непосредственно на юг, выйти к Симферополю и дальше на Севастополь. И отдельная приморская армия, возглавил которую после генерала Петрова генерал Еременко, она должна была выступать с нашего небольшого плацдарма под Керчью, захватить Керчь и наступать в двух направлениях, один на Симферополь, другой вдоль берега Морвия, тоже непосредственно на Севастополь. Немцы построили солидную линию обороны, как под Севашом, под Керчью, но тем не менее, здесь опыт и знания наших командующих, искушенность наших войск, прорывы немецкой линии укрепления, сыграли большое дело. Тем более, то, что мы готовили для немцев несколько сюрпризов. Один из них – это сюрприз от Толбухина. Дело в том, что артиллерийское наступление советских войск должно стать не только неожиданным, но еще и оригинальным. Немцы привыкли, что мы обстреливаем первую полосу немецкой обороны, первые траншеи, немцы отходят на запасные позиции, и после того, как в атаку поднимается наша пехота, они вновь занимают передовые рубежи. Толбухин придумал следующее. После артналета на передовые траншеи, когда немцы уходят на запасные позиции, поднимаются в атаку пехота, но это лишь видимость пехоты. Было подготовлено несколько тысяч чучел специально наших солдат, которые должны были обозначить якобы начало наступления. Но в этот же момент, когда немцы занимали огневые позиции, мы наносили новый удар артиллерии по передовым траншеям. И немцы несут большие потери. Так оно и случилось. Вот это артиллерийские наступления и следующая поддержка наших войск позволила Толбухину уже в первые два дня прорвать немецкую оборону, выйти ко второму рубежу и вести в бой 19-й танковый корпус, который стал завершать оперативный прорыв в глубину немецкой обороны. Наши наступали стремительно, и спустя два дня, когда перешел в атаку отдельная приморская армия, немцы, боясь окружения, стали оттягивать свои войска из Керченского полуострова. Наше наступление было стремительным. Уже 13 апреля была освобождена Феодосия и Симферополь. 15 апреля Судак. 16 апреля наши войска вышли к Севастополю. Но сходу город взять не смогли. Вынуждены были готовить штурм. Основное положение, основное господствующее положение под Севастополем занимало, как и в дни обороны нашего города, Сапун-гора. И все основные устремления были направлены именно к ней. Наши танкисты, саперы, артиллеристы провели тщательную разведку местности. И 5 мая штурм начался. Если немцы брали город, как я уже сказал, 250 дней, то здесь буквально за 4 дня до 9 мая 1945 года удалось взломать немецкую линию обороны, выйти на краны города, завязать бои в его центре. И вскоре наши войска были уже в гавани Севастополя и дали победный салют. Именно за год, ровно год до окончания Великой Отечественной войны Севастополь, город славы, гордости русских моряков был освобожден. Остатки немцев бежали на мыс Херсонес. Около 30 тысяч человек. Но здесь добывали прицельным огнем артиллерии, танков. В небе господствовала наша авиация. Те войска, которые ждали немецкие транспорты, немецкие и румынские, оказались разочарованы. Ждали день, ждали два. Транспорты так и не подошли. Дело в том, что авиация Черноморского флота, наша боевая авиация фронтов, господствовала тогда непосредственно в воздухе и топила фактически все, что двигалось тогда по морю. Были потоплены таких крупнейших кораблей, как Тойя и Татила, крупнейший на тот период, где погибло, нашло свой конец в пучине морской, около 20 тысяч немецких и румынских солдат. Общие потери немецких и румынских войск намного превосходили наши. Если наши общие потери в крымской операции достигли 67 тысяч человек вместе с ранеными и 13 тысяч безвозвратной потери, то немцы только пленными вместе с румынами потеряли 60 тысяч человек, а общие их потери убитыми, пропавшими без вести и пленными доходят до 140 тысяч. Это была выдающаяся операция, в которой, как квинтэссенция, собрались опыт, мощь, достоинства советских войск, которые громили врага на своей территории, освободили Крым и тем самым создав хороший плацдар для дальнейшего нашего продвижения уже в Яскоке-Сешеневской операции. В ходе наступления на Балканах Крым стал и местом вскоре проведения Ялтинской конференции лидеров ведущих государств антидитерской коалиции, которая произошла в феврале уже 1945 года.